В Курске, на углу улицы Карла Липнихта и Михайловского переулка, располагается один из старейших храмов нашего города. Первые упоминания о нем восходят еще к 1635 году, когда на месте теперешней каменной церкви стояла деревянная. Здесь в 1767 году, 30 октября, состоялась закладка храма, посвященного Вознесению Господню. Это очень важный момент. Мы этот храм знаем как храм Михайловский, но главный престол здесь до революции и с момента основания он был в честь Вознесения Господня. Часто приписывают проект храма итальянскому архитектору Джакомо Антонио Кваренге, потому что он построил ярмарочный дом в коренной пустыне. Но Джакомо впервые приехал в Россию гораздо позже закладки Михайловского храма, поэтому доподлинно известно лишь то, что эта церковь была построена на пожертвования самих прихожан. Судя по документам, этот храм строился достаточно долго. По данным на 1786 год храм уже был готов для освящения, однако не имел своей колокольни. Вместо нее была отдельно стоящая деревянная звонница с четырьмя колоколами. На территории церкви располагалась большая каменная лавка, в которой торговали свечами из чистого воска, старушка и церковно-приходская школа. Сначала храм имел небольшие размеры. Длину он составлял 20 метров, в ширину 6,5. Улица Архангельская, где он был построен, именно так она тогда называлась, считалась окраиной города. Здесь, в эту сторону, простирались угодья сельскохозяйственные. Но уже через 15 лет был утвержден Екатериной Второй градостроительный план. То есть все это делалось по плану. И казацкая слобода, вот это место, она ушла в сторону Запольной, вот туда стала заселяться. В 1830 году в церковь с завода купца Самгена привезли колокол весом 3,5 тонны. А в 1836 началась пристройка пределов. С северной стороны его посвятили Митрофану Воронежскому, а с южной – архистратигу Михаилу, одному из самых почитаемых архангелов. В 1845 году в храме появился новый иконостас. Иконы с прежнего прихожане по желанию могли приобрести у старосты храма, жителя казацкой слободы Рязанцева. В 1883 году есть информация о том, что здесь снова устанавливается новый иконостас работы московского мастера Борисова. Храм изначально был достаточно богатым. Сохранился дореволюционный отчет в Синод, по которому мы можем судить о его роскошном убранстве. В ведомости дореволюционные, там значились списки икон, какие были богатые. Из этих иконостас хранилось, пожалуй, только от Пантелеимона. Сто лет назад прихожане храма привезли эту святыню из Иерусалима. Внутри нее крестик из мамврийского дуба. В нем часть самого животворящего древа. Сюда много жертвовали. Из всего этого почти ничего не осталось, потому что храм дважды закрывался. Первый раз перед войной. Но немцы, когда оккупировали Курск, они открыли храм. Позволили открыть. Второй раз двери храма закрылись для прихожан в начале 60-х. Тогда он был почти полностью разорен. Советская власть использовала помещение церкви далеко не по назначению. Здесь был кинематограф. Склад у них какой-то там районный. Тогда было модно ездить кинопрокатом по деревням. Потом были склады универмага. Хранились велосипеды, хранились всякая посуда. А в конце уже даже был вклад в минудобрение. Зрелище было удручающим. От храма остались только стены. Не было ни полов, ни окон. Пустая разграбленная святыня почти в самом центре города. В таком виде в 1990 году церковь была передана Курской епархии. Привели немножечко в порядок. В 1994 году его освятили. В это время главный престол становится престолом Михаила Архангела. А правый переименовывают и освящают в честь иконы Божией Матери Державная. С тех пор храм стал Михайловским. В 2001 году крестным ходом из Знаменского собора сюда доставляют икону святого праведного воина адмирала российского флота Федора Ушакова с частичкой его мощей. Помещение сюда не случайно. По мысли владыки Ювеналия, этот храм решено было сделать морским храмом. То есть это означает, что это главный храм города Курска для всех тех, кто как-то связан с морем. Кто служил на флоте, сохраняет память, бережет традиции плотоводца Ушакова и других выдающихся героев русской истории. Прихожане Михайловского храма чтят моряков курян, которые сложили свои головы во времена русско-турецкой, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Мемориальные доски снаружи и внутри храма – память о героических подвигах наших земляков. Владыка позволил здесь установить мемориальный камень, посвященный памяти погибшим морякам линкора Новороссийск. В 1955 году они погибли. И этот храм, он тоже несет в себе определенную память о том, что когда-то, внутри революции, на улице был дом надворного советника Сергеева, сын которого нам известен как герой русско-японской войны, командир миноноса «Стерегущий». Именем Александра Семеновича Сергеева названа школа номер 18 города Курска, в которой учатся кадеты, будущие покорители морей. Ребята часто приходят в храм, чтобы помолиться об упокоении душ погибших моряков. Круглая колокольна со шпилем напоминает мачту, которая символизирует, что храм и есть корабль спасения. Этот храм действительно несет на себе дух русской силы, духовной силы, которая производит великие подвиги нашей истории. И переплетение вот этих исторических событий, памяти о героях и русско-японской войны, и героев Новороссийска, АПРК Курск, делает весьма промыслительным то обстоятельство, что этот храм вот именно в таком облике корабля дошел и сохранился до наших дней. Михайловский храм. Настоящая жемчужина Курского края. Ежедневно сюда приходят десятки людей. Среди них прихожане, чья любовь к морским просторам стала любовью всей жизни и для кого дружба надежнее, чем самый крепкий морской узел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова